Если бы я мог, я бы вам сказал все, что думаю о банках, о юристах, о кредитных экспертах. Это только часть тех мыслей, которые посещают нас после того, как мы в суд зайдем. Потому что им сложно объяснить, что все находятся в тяжелом положении. Да, ну вот так вот примерно. Особо веселья-то и нет. Ладно, у меня жизненного оптимизма хватает, потому что есть на чем оторваться. А у других-то как? И получается алкоголизм, игромания, интернет-зависимость. В общем, человек прячется куда-то из жизни. А некоторые, некоторые из жизни вообще расстаются. Стоит ли это делать? Или можно найти выход из любой жизненной ситуации? Давайте обратимся к одному из ведущих специалистов города, работающему в медицинском центре настроения. А что так грустно? И где оптимизм и жизнерадостность? За неполные сто лет только одной и самой большой стране так наваляли по мозгам, как никому в мире. Не, ну было время, и Штаты, и Англию колбасило. Но по опыту общения с представителями истинно демократических держав понимаешь. Жизненный пофигизм развивается там, где люди просто не напрягаются. Где не рвут на себе волосы, где неудачи – это не трагедии. Кстати, там обращение к психологу – это норма жизни. Пора и нам перенимать передовой опыт. Какие-то интересные времена настали, скажем так. Бывали времена и хуже, бывали и страшнее, но времена какие-то непонятные. Мы находимся под постоянным давлением. И а кому обратиться за помощью? Когда у нас нет ни юриста, когда нам с утра до вечера звонки банковские, когда на работе нехорошо, когда друзей-то нет. Что остается человеку? Как выйти из этого положения? Потому что как-то мрачно, Алексей, и даже друзей нет. Я думаю, что у каждого человека есть друг, есть отдушина, есть человек, с которым можно о чем-то поговорить. Да, действительно, последние где-то года 2-3, 2-2,5 года мы живем под стрессом, таким жестким, серьезным. Это и социально-экономическое неблагополучие, кризис так называемый. Который отразился на всех, на всех абсолютно людях. Это и злоупотребление, которое сейчас есть у людей. Я имею в виду и алкогольную зависимость, и наркотическую зависимость, и игроманию. Конечно, жизнь тяжелая, согласен с вами, с одной стороны. Но люди создают себе в первую очередь тяжелую эту жизнь. Так вот, только люди. И человек должен из этой тяжелой жизни выходить, громко скажу, достойно. Что это значит? Ну, наверное, адекватно, просто спокойно реагировать на те ситуации, в которые он попадает. Когда человек спокойно реагирует на те ситуации, в которых он находится, конечно, ему легче. Знаете, у меня есть фраза такая, когда я больным говорю, что человек должен себя любить. То есть развивать в себе ценные человеческие качества, от которых людям, которые с тобой общаются, которые окружают тебя, становятся лучше и хорошо. Конечно, это было бы великолепно. Вы говорите, что и юристов нет, и врачей нет, и то есть обратиться не к кому. Вы знаете, наоборот, мне кажется. Сейчас у нас государство так структурировано, что очень много, наоборот, таких услуг. Другое дело, что среди этих услуг есть люди, которые просто услуги эти делают для себя, как бы. А есть специалисты, которые действительно помогают людям, в том числе и юристы, в том числе и адвокаты, в том числе и врачи. Так ведь? Поэтому человек должен узнать, к кому он ему идти. То есть он не должен идти, вот как у нас сейчас рекламы очень много, открывают, смотрят, кто больше всего пиарится, к кому идут. То есть надо идти к тем людям, о которых, ну, что-то слышал, что-то знаешь, кто-то посоветовал. Потому что у нас в городе специалистов даже нашего профиля достаточно. То есть есть к кому обратиться, не только в наш центр, но и есть. Ну, вот наш центр это чисто специализированное учреждение, которое занимается именно проблемами и депрессии, и зависимости. То есть мы лечим здесь эти проблемы, помогаем, реабилитируем этих людей. Конечно, нам как-то, а нас может быть и имидж такой, вернее, и слух-то положительный, может быть, идет, как некоторые пациенты мне говорят. Потом надо обращаться, искать, к кому обратиться. То есть выбрать именно того человека, того врача, которому не только хочется идти, но и от которого есть польза. К сожалению, но это так. 12-летний цикл жизни, как и жизнь сама, это зебра с черными и белыми полосками. Только сильный может быстро адаптироваться к внезапно наступившей темноте и яркому свету. Только самый спокойный сможет, смешав черное и белое, приготовить серый такой коктейль. И крайне не рекомендуем переживать и нервничать, ведь мы же знаем, что конец будет, и будет он у всех без исключения один. Состояние потерянности, состояние упустошенности, как из него выйти? Если человек в ступор впал, то надо в психболице лечиться этому человеку, потому что это состояние, это острое состояние. Ну вот я уже так говорю, конечно, таких состояний очень редко. Редкие случаи бывают и патагонический ступор, и патагонический, и патагонический ступор, и патагонический. Чувство, когда вот не знаешь, как вы говорите, куда действительно обратиться и что сделать, тут, вы знаете, ну в первую очередь надо посоветоваться с близкими людьми. Вот даже вот про кредит вы начали говорить, да, сложно. Если вот так вот безысходность почувствовать, никому не обратиться. Я не говорю о компании кредитной, которая дала кредит, а я говорю даже о том состоянии, когда просто придя к человеку и сказать, слушай, знаешь, вот так вот так, что делать? Потому что, Алексей, в каждом случае есть выход, в каждом. Еще раз повторяю, только спокойный человек может среагировать правильно. А если перевозбуждение, вот как у вас вы сегодня пришли ко мне, конечно, тяжело и кажется, но все, мир обрушился. Или как у нас сейчас любят это громко озвучивать, или грипп тичит, то свиной грипп, то теперь вот этот вулкан, который пыль оказывается. Конечно, когда масса вот такой негативной симптоматики еще, плюс на человека наваливается, тогда действительно вспомнишь, что придет там 2010 год, 2012 год, и все прекратится жизнь. Да, конечно, не прекратится, будет она жизнь. И через 40, и через 100, и через тысячу лет будет жизнь. Никуда надо едеться от этого. И вы знаете, мне, Алексей, приятно было выступление Путина слушать. С таким позитивом выступить на итоги правительства, ну молодец. Это нашей стране, кстати, нужно было это слышать. Хотя разговоров много, мол, вот это, да неправда, это ничего. Вы знаете, даже за то, что вот он с таким позитивом выступил, молодец. Наш премьер, молодец, конечно. Мне это понравилось. Это нужно. То есть позитивную информацию человек должен черпать. И избегать, Алексей, негативную симптоматику. То есть увидев вот эту проблему, а по телевидению есть, и когда кредитные истории часто он показывает. То есть все эти ситуации прекращать и не смотреть, не читать, не общаться с людьми, у которых такие проблемы. Потому что хуже становится. Обращаться к позитивным людям. Да может быть просто сходить на фильм какой-то, опять же позитивный, с добрым концом. С добрым эпилогом, или как вот правильно, я не знаю. Ну, то есть, чтобы почувствовать, что не все потеряно, жизнь продолжается. Но, Алексей, к сожалению, ведь этот биохимизм, это нейрохимические процессы происходят. И когда вот это перевозбуждение приводит к тому, что перекрест возникает. То есть прекращается взаимодействие лимбической системы и с лобной долей мозга. Конечно, тут нужно к специалисту обращаться. Потому что тут начнут формироваться когнитивные нарушения. Или мы называем когнитивные поведенческие нарушения. Это и алкогольная зависимость, это и суицидальные тенденции, это и раздражительная слабость. То есть агрессия к окружающим и так далее. И тут специалисты нашего профиля должны помогать. Самоедство. Это то, как бы я это назвал для широкой публики. Самый тяжелый случай мы видим на каждых похоронах. Когда человек просто в ужасном состоянии находится. Но человек сам себя может также и догрызть. Как его вывести из этого состояния? Вы знаете, кстати, смерть близкого человека, смерть мужа, жены, смерть детей, смерть родителей и так далее. Это по шкале Салье стрессогенности находится на первом месте. Это всем известно, я думаю. То есть это из 46 значимых для человека стрессов, самый высокий, самый большой. И, конечно, правильно вы видите, что в этом состоянии человек, в таком состоянии находится. И, кстати, не зря, наверное, наливая тут 100 грамм, помянуть вот этого человека, расслабиться, успокоиться. Потому что в этом случае алкоголь выступает антистрессовым средством. И другое дело, я иногда, к сожалению, в последнее время часто приходится присутствовать вот на таких мероприятиях. Когда я вижу, что выпивают одну бутылку и потом забывают, что они вообще тут сидят, начиная там вплоть до драк, вот у них давно был, конечно, как раз. Всегда должна быть мера во всем. Мера в еде, мера в любви, хотя я неправильно сказал, мера в любви не бывает. Мера в алкоголе и так далее. То есть даже мера в работе, потому что всегда формируется другоголизм. Это тоже болезненное состояние. Что значит, вот вы говорите, самоедство? Это ведь явление самоанализа и самокопания в своем состоянии. Чем больше человек самокопается, самоанализирует себя, тем ему становится хуже. Особенно, когда это на фоне аффективной симптоматики, то есть на фоне депрессии, то есть сниженного фона настроения. Конечно, он до того докопается, что и вы можете жить-то зачем. Дай-ка повешусь, дай-ка выброшусь. Поэтому как можно меньше таким людям надо самокопаться в себе. Добро это никогда не приводит. Лучше поговорить с психотерапевтом, психоаналитиком, в крайнем случае с психологом, и в крайнем случае, еще раз говорю, с близкими людьми. Мы затронули такой интересный аспект, что человек в таком состоянии имеет какие-то нарушения биохимии. Я не специалист в этом смысле, но вы как специалисты можете провести специализированную терапию, ввести человека в нормальное состояние. Да, я же говорю, мы специализированные, лечебные, лечебно-терапевтические или психотерапевтические. Это слово очень многое значит, потому что у нас здесь даже дневной стационар в нашем центре есть. То есть больной приходит, у нас койки, он отдыхает, то есть ему так тяжело, то есть он здесь право лечения проводит в течение дня. Мы восстанавливаем именно психофизиологическое состояние пациента, то есть нормализуемые именно нейрообменные процессы. Это очень важно, потому что иногда приходит ко мне и говорит, вот пациент приходит, говорит, а мне нужно к психологу поговорить. А когда начинаешь разговаривать, видишь, у него там не только нарушение сна, не только там сердцебиение, перепады там настроения, но еще и присоединяется и чувствует тревоги, безысходности, опять же. Конечно, какая-то беседа. Вот все беседы, вот ко мне пациенты приходят, я всегда опасаюсь, приходят, остаются на лечение. На другой день говорят, Сан Саныч, ну вы волшебник. Мне же хорошо, а я всегда таких пациентов опасаюсь, потому что это последний резерв их сработал, они подняли себя, что наконец-то пришли к человеку, который им поможет. А проблема-то не решена еще, и у этих пациентов, они на второй, третий день, им опять вот это состояние возникает, и у них опять не к тому пришла, надо к другому идти. Не к тому, не тот человек. Понимаете, вот. И наша задача, конечно, показать, что проблема-то не в этом. Проблема-то все-таки, правильно вы говорите, и в окружении, во взаимоотношениях, в стрессах, в которых человек живет. Рыбалка, отдых, отдых, увлечение, спорт, туризм и так далее. То есть, как можно дальше от алкоголя. Продолжение следует.